здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую в программе хлеб на каждый день мы имеем еще одну возможность еще одну встречу и на самом деле мы уже с вами практически ходим уже пять лет по дорогам и даже уже чуть больше и слава богу за то что мы не просто их прошли а мы прошли со смыслом как минимум на старте дня мы этот смысл обнаруживали для того чтобы в течение дня его подтвердить практикой для того чтобы в нашу жизнь приходили перемены не только на уровне мысли но на уровне образа и мысли и жизни когда образ мыслей преображается то и образ жизни становится другим но чтобы изменить образ мысли для этого необходимо начать мыслить хотя бы в каком-то направлении по-другому и когда ты начинаешь смотреть на ситуацию которая тебе казалось понятной известной всегда ты знал как реагировать и делал это может быть по накатанной уже но если результаты которые тебя не устраивают от того что ты делал то надо что-то пересматривать если наши программы вам в этом помогали и вы смогли в чем-то уже преобразиться в своем обычном образе жизни как реакции на обстоятельства реакции на слова других людей даже на обвинения насколько вы уже человек который готов не оправдываться а просто жить и быть тем кем бог сотворил вас и это уже является новой позиции которую вы для себя смогли выработать и сегодня мы с вами продолжаем говорить о порядке в жизни соломона и это на уровне государственности а у нас с вами задача навести порядок на уровне своей жизни каждый из нас имеет детей ну по крайней мере многие люди имеют своих 7 7 детей внуков или окружение родственников и есть ли ответственность у каждого человека в том призвании в котором движется ваша семья ваш род если вот это взаимозаменяемость поддержка или укрепление со стороны тех кто рядом с вами до какой степени есть вот это единство единство в целях единство в основаниях единство в принципах в ценностях которые вы могли когда-то обсуждать когда-то вырабатывать когда-то даже транслировать в образом жизни если есть и есть преемники то слава богу если же нет то надо об этом позаботиться чтобы люди которые рядом с вами формировались не где-то на стороне чьими-то ценностями но чтобы у вас они были четко определены и ваш авторитет был достаточен чтобы эти ценности не были отложены в сторону и поэтому когда давид передал государство в руки соломона то для него это было в общем то площадка который он понимал бог там присутствует и поэтому он может отдать тому человеку который для него до молодой но однако на нем печать божьей мудрости потому что бог мудрость дает мудром и умноженная мудрость на соломоне именно потому что там уже была печать от юности через любовь родителей через какую-то особую божью милость и то что мы с вами можем читать дальше перечисления имен перечисления площадей на которых есть какие-то свои задачи которые надо осуществлять на этих уделах и насколько соломон точно знал какого человека где поставить бен бен декер в макат в макат в шалбиме в в самисе и в елоне и в бев ханаане то есть у каждого есть какая-то своя площадка да и вот он эти площадки раздает с учетом его особенности как колено так и местности я желаю друзья чтобы наши дети наши семьи они имели вот такие распределения обязанностей которые четко человек знает вот это моя часть и мне ее надо хорошо выполнить небесный отец я благодарю тебя что мы можем сегодня благословлять своих детей на вхождение в удел благословлять себя на тот порядок где надо навести его в собственном доме в собственных на в собственных площадях где ты дал нам свою ответственность я благодарю тебя что это возможно с тобой при твоем совете поэтому приглашаю тебя сейчас на устройство тем более в церкви потому что ты сказал я создам церковь врата ада ее не одолеют я приглашаю тебя в церкви повсеместно потому что церковь это та единица которая сегодня раскинута по всему миру и пусть она поднимается просыпается преобразуется и встает в полный рост в своем призвании во имя иисуса христа аминь всего доброго до новых встреч до свидания и 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